Почти 50 лет назад, когда каждый советский школьник мечтал об этой удивительной стране под названием Артек, экибастовскому мальчишке Вите Шейкину несказанно повезло. Он побывал в Артеке, да ищевать ряде юных музыкантов. Как-то вожатая провела их на гору Юдак и показала волшебный камень, встав на который каждый мог загадать желание. И если о нем никому не рассказывать, оно обязательно сбудется. В тот день Витя Шейкин загадал желание стать настоящим музыкантом, и его желание сбылось. Внимание, так! Четвертый! Мечность сбывается? Да, конечно, это правда. Но я тогда уже выходил в музыкальную школу. Я, в общем-то, уже действительно, реально, я нацелился. Ну и старший брат говорил, он у нас пойдет в консерваторию. Это было же предопределено. Но вы знаете, путь музыканта где-то, наверное, традиционен. Конечно. Это музыкальная школа, это музыкальное училище, это консерватория и потом профессиональная деятельность. Но дело в том, что у каждого музыканта путь свой. Вот у вас какое? Ну, дело в том, что у нас вот старшие братья мои, они все играли на музыкальных инструментах. Причем у нас дома было всегда много инструментов. Мандолина, гитара, аккордеон, баян. И поэтому я, конечно, музыку слышал. Я еще в школу не ходил. И вот друзья приходили к старшему брату и заказывали. Так, поставь эту пластинку, поставь эту. Я бежал, заводил патефон. А они удивляются, что он у вас читать умеет. Нет, ну я просто помню, вот такая синенькая этикетка. Там где-то нарисована другая, там потом розовая, потом желтая. И так далее. То есть я знал репертуар семейных пластинок весь. Когда мы в консерторе учились, у меня был друг Вова Назаров. Он был теоретик. И после лекции мы всегда шли по коммунистическому вниз до ЦУМа и приходили в отдел музыкальный. Там пластинки продавали. Стояли проигрыватели, можно было выбрать мою пластинку, прослушать сразу. И вот мы увидели пластинку двухголосной, трехголосной именции Баха. Играл Глен Гульд. А потом уже, гораздо позже, я узнал, что Глен Гульд считается непревзойденным исполнителем Баха. И вот мы послушали и просто ошалели. И купили по пластинке Бах в исполнении Глен Гульда. Но такая музыка действительно, понимаете, в чем дело? Мы же знаем, что такое рояль. Это железная струна натянута, по которой стучит войлоком обернутый молоточек. Вот. Ну, железяка, как она может звучать? А у Глена Гульда звучит эта железяка так, как будто бы таких звуков на земле не бывает. Как будто бы только на небесах. Серьезно. Вот. И когда Кира еще лежала на подушке, я и включал, Глен Гульд баха и место. Потом я ей читал, ну, Пушкина, сказки, стихи. Вот. Конечно, Евгений Васильев не смеялась надо мной. И если в 61-м году я мог слышать Оскара Питерсона или других джазов музыкантов, то, конечно, это оставляло такой клет. И больше того я скажу, я вот всегда слышал, как играют музыканты джаз, и когда начинается музыка красивая до слез, ее нельзя запомнить. А когда не очень красивая, ее можно запомнить. Я потом только узнал, что это была тема импровизации. Вот, учащаясь уже в училище, да, вы, я знаю, тогда уже играли вот в оркестре вместе с преподавателем. По-моему, «Спутник» он назывался, да, в оркестре? Нет. Я там играл всего несколько раз, меня просили. Там тогда играли одни преподаватели музыкального училища. Вот, и мой учитель Карл Федорович, и моя концертмейстер Галина Васильевна Шаляпина, и наш, значит, заведующий комитетом музыкантов Город Эмилич, ну, и Виктор Акимович, Шевелев Игоревич, в общем, все преподаватели. Для тех времен это было очень здорово, потому что тогда была танцевальная площадка, «Горсад» был похож на парк большого города, там карусели крутились, самолетики, мороженое продавали, вечерами гуляли женщины в чулках со швом, ходили летчики военной форме, военные ходили. В общем, был город. Был город. Был город. У нас первый концерт прошел, это был, наверное, декабрь 87-го года все-таки, да, вот, и концерт называется «60 минут джаза». Конечно, поначалу туда ходили только учащиеся в основном училище, вот. Но наши учащиеся уже подготовлены, и они, конечно, воспринимали это с восторгом. Я могу совершенно точно сказать. Потом в одной газете даже как-то писали, что концерты джазного оркестра проходят в состоянии всеобщего какого-то объединения. Мне в жизни повезло с женщинами. В жизни всех этих мужчин бывают роковые женщины, а у вас созидательные женщины. Только лишь, исключительно. А вообще меня любят женщины, собаки и дети. Замечательно, замечательно. Ну вот, я вам рассказывал эту историю, как одна женщина снимала репортаж, другая увидела. А женщина-то наша, ведь эта женщина-наша коллега, не забывайте сказать. Да, Людмила Степановна Шевченко. Но ее пора да попросил один мужчина, и получился очень удачный репортаж. И этот репортаж увидела другая женщина. Когда она увидела этот репортаж, это было очень интересно, потому что она причастна была к открытию эстрадных отделений. После Нового года она встретилась с Евгением Васильевым на конкурсе, по-моему, в Твертау тогда был конкурс. И Дина Жуновсна спросила у нее, а у вас такие концерты каждый год проходят? Это правда? Она говорит, да. А в этом году будет? Да, будет. И она пришла, посмотрела, и точно так же все это оценила и сказала, это нельзя прятать. Что вы прячете? Я, значит, сделаю вам два выступления в Алма-Ате. И осенью мы уже были в Алма-Ате, а там афишу увидела еще одна женщина. Опять женщина? Опять женщина. Притягиваете женщину? Может быть, я не знаю, но я им ничего не обещаю. Эльвира Ивановна Коноплева, она у нас в консерватории преподавала гармонию. Когда она увидела на афише, значит, фамилию знакомую, она пришла на репетицию и говорит, «Так, чудненько, чудненько, девочки с вами, девять саксофонов. Виденька, можно я приглашу свою знакомую, американку у меня?» Ну, мы, конечно, сказали, да, конечно, хоть всех. И когда Сьюзан после первого отделения прибежала за кулисы, она, конечно, была в восторге. Она прибежала и говорит, вы давно были в Америке? Я так вот залена. Я же вижу, что коллектив молодежный. Это люди, воспитанные на другой музыкальной традиции. Выросли в другой социальной среде, что, кстати, немаловажно. Но играют джаз так, как наши американские музыканты. Понимаете, о чем я говорю? То есть это сразу слышно с одной ноты. Нас пригласили на конференцию, чтобы там выступить. В Атланту, да? В Атланту. Вот. И Сьюзан сказала, что все, мы едем. Быстренько поехали. Я поняла, что уровень конференции был очень высок, потому что, как писали, даже президент Клинтон поздравлял, свое приветствие прислал. Да, да, да. У меня в этом журнале, я могу показать, значит, там обращение музыкантам, что это ваши Олимпийские игры. Высокую оценку дали американцы вашему оркестру. Ну, да, ну, конечно. Ну, прежде всего, высокую оценку дали работе преподавателя, который подготовил оркестр. Дело в том, что джаз – это искусство глубоко персонифицированное. Если в симфоническом оркестре, там догматы существуют и в любой классической музыке, что вот эти штрихи играют только так, только так и никак иначе, то в джазе, вы знаете, что существует такое понятие – оркестр Эллингтона, оркестр Бейси, оркестр Фергюсона и так далее. То есть от личности руководителя зависит стиль игры музыкантов. И поэтому мы безошибочно узнаем оркестр Канта Бейси или Эллингтона, или Фергюсона и так далее. Поэтому меня как-то спросили, а вы можете узнать записи своего оркестра? Ну, с одной нотой. Потому что здесь действительно вкус руководителя решает все. И поэтому оркестр говорит без акценты на чистом американском языке или нет. Потому что все европейские оркестры тоже слышно сразу, а у нас оркестр играет как американцы. Но если Сьюзан, ну, или, например, в Атлантике ко мне подошли два преподавателя, себе дядьки и говорят, конечно, здесь много было хороших оркестров. Ну, из 120 можно бы выбрать, конечно. Но только один оркестр играет со свингом. «Your band!» Лучшего комплимента от музыканта американского. Тем более они из Нью-Орлеана. А Нью-Орлеан мы знаем, это колыбель джаза. Поиграйте, пожалуйста, Дэн вот с Аней. Аня только сегодня пришла. Первый раз вместе. Раз, два, раз, потихонечку. А, давайте все вместе. Только эту цифру. Только потихонечку играем, чтобы слышно было. Вот эта вот сказка начинается где. Раз, два, раз, два, три, четыре. За свою творческую жизнь Виктор Шейкин воспитал плеяды музыкантов, ныне гастролирующих в разных коллективах в разных странах. Братья Буши у меня вот в Германии работают по специальности в оркестре. В полицейском оркестре у них там. То есть государственные люди. Вот две выпускницы у меня, Раушан и Давлетбаева, и Остель. Они работают в академии в Астане. Одна работает на эстрадном отделении, преподает саксофон. Другая на духовом отделении преподает саксофон. На высшем звене академии работает мой выпускник Чингист. Он закончил аспирантуру у Осейчука, таких пока у нас нет в Казахстане. И уже год работает в высшем звене академии. Так что учат на саксофоне ребят мои выпускники. Вот как Ваня стучит? Не слышно было. Понятно? Чтобы было вместе, ну в ансамбле, вкупе со всеми. Не рядом, не в стороночку, а вот со всеми. Ну и, надо сказать, не только вас признают и казахстанцы. И вот свидетельством это стало конкурс, который проходил в 2013 году, да? Золотой человек? Да. И тогда голосовали не только повладатцы, но голосовали за вас казахстанцы. И вас признали Человеком года. Это вот для вас самая главная награда? Нет, ну это безусловно. Деятель культуры 2013 года победил Шейкин Виктор Тимофеевич. Шейкин Виктор Тимофеевич, лидер и организатор эстрадного оркестра города Павлодара, который приобрел известность друзей и поклонников не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Мы аплодируем. Какое счастье. Проведение джазовых фестивалей в Павлодаре стало хорошей традицией. Поклонников джаза с каждым годом в нашем городе становится больше. У нас так получилось, опять же, наверное, случайно, что и на том, и на этом фестивале у нас были приглашены зарубежные звезды. Азиза Фарар у нас в этом году была. А в 17-м году была, ну это вообще известная певица в Америке, Дебора Дэвис. Она вообще научилась оперному пению. Но потом решила, что почему бы ей не петь джаз? Она встретилась где-то, даже, говорит, видела Эллу Фиджард. Вот. Поэтому для нее это тоже было знаменательно, видимо. Чтобы играть на сцене, чтобы дирижировать оркестром, нужно вдохновение. Вас что вдохновляет? Ну, во-первых, начнем с того, что я не дирижер вообще. В джазе есть другое понятие. Ну, фронтмен. То есть человек стоит вот впереди. Да. Дирижер это кто? Это метроном. Том, 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 том. Ну, строго говоря. Конечно, немножко призагибаем. Бывают разные дирижеры. Вот. А бывает человек, который все. Вот, чтобы играть, нужны ноты. Вот эти ноты я им пишу. Поэтому я не играю, не дирижирую, так сказать, как дирижер. У меня нет пульта. Я всю эту музыку знаю от первой до последней ноты. Понимаете? Потом я знаю... Каждого музыканта. Каждого музыканта. Поэтому я делаю партитуру. Вот. И эта партитура потом будет петь. Здесь, сейчас я вам покажу покрупнее. Вот. Вокальные партии, строчки. Это девочки с нами будут петь. Первая партия, вторая партия. Потом мы флейты добавляем. Обычно у нас в оркестре. Обычно у нас только саксофон и первый, второй, альт, тенор. И потом это в идеале должно вот примерно так звучать. Ну, конечно, она будет играть не так, как живый инструмент. КОНЕЦ Все. И так появляются новые шедевры. Ха-ха-ха. А вообще, вот что у тебя вдохновляет, на ваш взгляд? Потому что, ну, вот смотришь на него, ну, это, ну, просто к энергии. Такое идет, что вот, разговаривая с ним, нельзя спокойно быть, оставаться спокойным в любом человеке? Ну, вдохновляет его, во-первых, я так думаю, что это его, ну, во-первых, природная какая-то, ну, фантазия, мечтательность. Он очень мечтательный человек, увлеченный своей вот профессией. Ну, а основной, конечно, момент, я так думаю, что вдохновляет его это мы. Это вообще уникальный человек, это очень тонкий человек, способный до бесконечности. Способный трудоспособный, по-моему, до бесконечности. Ну, да. Вот, когда она закончила консерваторию, ребята говорят, а ты вообще, ну, что, научись на саксофоне играть. Она говорит, да, действительно. Она работала после консерватории год в Алма-Ате. Вот. И она вставала в 6 часов утра, и до 8 часов она занималась ежедневно. Школа была рядом. Вот. Потом приходила домой,ставляла саксофон и шла на работу. И вот за год она быстренько подготовила программу и сдала экстерном. И кода там. Правильно? Да, да, правильно. Все, договорились по рукам. В семье музыкантов не стать музыкантом очень трудно, потому что ты действительно этим окружен. Для тебя это естественная форма существования. Музыка, работа, игра на инструменте и как-то, ну, даже не представляешь, а как бывает по-другому. Поэтому это вполне нормально, естественно, без принуждения, с полным желанием и с ощущением, что так должно быть в жизни. У меня два образования в области музыки. И еще есть дополнительное образование, не связанное с музыкой. То есть я совместила в себе мамину дорогу и папин путь. Сначала я выучилась на пианистку. После того, как закончила уже консерваторию, я попросилась к папе в класс, закончила уже училище как саксофонистка. И после этого закончила вуз уже как саксофонистка. Поэтому я и пианистка, и академическая, и джазовая саксофонистка. Субтитры создавал DimaTorzok Вот вы заболели с молодостью почти с детства джаз. Мало того, что и ваша жена теперь к этим в классе, а человек-то совершенно иной, у нее классика. Она пианистка очень талантливая, получила прекрасное образование и тоже с ноу-джаз. Ваша дочка Кира. Это уж понятно, как бы произведение искусства ваше общее. Ну вот давайте-ка немножко вашей жене Евгении Васильевне. Ну, во-первых, это... Она ваш и друг, и жена, и критик. Все в одном лице? Ну да, в общем, конечно. Потому что... Ну, это очень толковый музыкант, во-первых. Я это заметил... Вот опять же, звук нот можно услышать. А поскольку у меня был тонкий слух... Так я еще в училище услышал, что это выдающийся пианист. И сразу стал сильно заниматься, чтобы она тоже обратила на меня внимание. Вот. Она обратила на меня внимание. И мы подружились. Ну, не женеемся. Ну, тогда еще нет, конечно. Я уже в училище знал, что я когда-то... Петров мне говорит, Шейкин, ты что, жениться собрался? Я говорю, нет. А, в училище, да, конечно. Да, вот. И... Вы знаете, что он подачоку женился, да? Я ей говорю, честно признался. Да, да, да. И не стесняется признаваться. Нет, ну... И мало того, я знал, что у музыкантов только девочки рождаются. Я знал, что у меня будет девочка, конечно. Поэтому девочке нужен хороший педагог. А лучший педагог в Советском Союзе нет. Нет. Поэтому... Нет, а потом, в конце концов... Нет, мне нравится. Нет. Такой расчет вам нравится. Нет, а потом, вы знаете, между прочим, любовь это тоже тонкий расчет. Ну как? Это рассчитать нужно. Подходит тебе этот человек? Не подходит. Ты будешь с ним всю жизнь или не будешь? В общем, у нас расчет давний и продолжительный. Да, так что... Мы оба расчеты. Да, у нас. Ну так что, ваша семья, ваша счастливая гавань? Ну... Я не говорю тихая, а говорю именно счастливая. Это так? Ну мы доволен друг другом. Потому что тихо не зовешь, потому что у всех... Нет, да, да. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это правда. Вы и дома такие? Ну, конечно. Музыкант, он великолепный от Бога. Что ты говоришь? Вообще, как семьянин, как муж, как отец, какой он дом? Чудесный. Одним словом, чудесный. Если я буду говорить про все, какой он семьянин, какой он муж, какой он отец, ну, это многое долго. А я просто одним словом скажу, чудесный, а лучше нет. Что? Да. Ну, вам очень повезло. Да. Вы живете вот в радость, да? Да. Да, но потом, наверное, у нас у всех один темперамент, да, и одна эмоциональная восприимчивость вообще всего окружающего мира. С одной стороны, это, наверное, хорошо, а с другой стороны, немножко мешает, потому что иногда хочется, чтобы кто-то был поспокойнее, да, а мы все очень импульсивные и эмоциональные. Но зато это очень помогает в исполнительстве, в педагогике помогает, и, вы знаете, и в каких-то бытовых моментах тоже помогает. У нас такого слова «быть» вообще не существует. Все это так само собой получается. Но мы всегда говорим о музыке, о работе, о творчестве, о каких-то новых задумках, проектах. И поэтому нам быть не в тегосте. Абсолютно. Я всегда, когда вижу папу, я могу сказать, я его люблю, я его обожаю. Когда я вижу его на сцене, я им восхищаюсь. Ну, я еще хочу вам задать вот такой личный вопрос. Трудный? Нет, не трудный. Вот скажите, вы человек очень позитивный, вас столько энергии, вы заражаете энергией всех. Это правда? Это правда. Очень хорошо. Вы всегда какой-нибудь волшебный? Да. И все-таки где-то, может быть, вот в глубине души, где-то в уголках, вы немножко по-другому. Ну, может быть, конечно, может быть. А от какой вы? Ленивый. Ленивый? Вот, если бы не лень, то можно было бы сделать очень много и... Ну, в чем же ваш лень, когда вы трудитесь почти 24 часа в сентябре? Ну, это, знаете как, может быть, об этом не стоит говорить на камеру? Ну, может быть, и не стоит. Я просто хочу к этому добавить, уже ссылаясь на ваших очень близких людей, о том, что вы еще Шейкин, Виктор Тимофеевич, и романтичные, и ревеичные, и до сих пор еще очень влюбленные в свою жену Евгению Васильевичу. Ну, конечно. Вы знаете, почему я так подумала, вот говоря об этом? Вот когда мы закончили наши съемки, стояли на улице, ждали машину, я увидела, как вы, Сергей и Васильевна, идете по улице, так нежно держась за руки. Я подумала, насколько это трогательно, как это замечательно, что прожив все так 6 лет, вы так бережно относитесь друг к другу. Так что я желаю вам, Виктор Тимофеевич, долгой, счастливой жизни и в семье, и в музыке. Спасибо вам за сегодняшнюю удивительную встречу. Вы знаете, вы меня покорили, вы и ваша семья, и ваше отрестя, так что я ваша поклонница на себя. Спасибо вам. Спасибо. Мы бы завернули вообще. Спасибо.